Друзья, всем привет! Сегодня с вами приготовим вот такие вот роскошные печенюшки. Печенюшки-пироженки их назовем, да? С творожной начинкой. Все как любите вы. Готовятся очень и очень быстро. Пойдемте скорее готовить. Рецепт, друзья, супер-супер простой. Итак, начнем. Смотрите, беру 100 грамм мягкого сливочного масла и 100 грамм сахарного песка. Сахар высыпаю в масло размягченное. И теперь нам нужно это миксером взбить, промешать минутки, две, три. И там, смотрите, уже, как говорится, выключу миксер, без миксера скажу, смотрите уже, ну, по мощности, по миксеру, да, 3-4 минутки до побеления. Просто-напросто нужно смешать, чтобы оно побелело и массу чуть-чуть увеличилось. Все, в принципе, тут взбивайте, чтобы там крупная стабильная пена была. Ничего такого не нужно. Все, вот взбил несколько минут. Масло с сахаром масса побелело. А теперь чуть-чуть я со стенок это все дело уберу. И сейчас нам нужно будет вмешать одно сырое яйцо среднее и потом уже сметану. Сразу это все не кладите. Яйцо и сметану. Нужно яйцо в эту массу, чтобы оно вмешалось, а не было хлопьями. Вмешивается тоже это все. Ну, вот, смотрите, прям вот, я не знаю, какие-то секунды, секунд 20, наверное, все это промешали. Долго тут ничего взбивать не нужно. Все, все готово. В этом тесте я, как вы уже, наверное, заметили, соединяю сначала жидкие продукты, потом сухие. И все вместе уже мы с вами замешаем тесто. Все. И выкладываю сметану. Сметану берите любой жирности, какой любите. Чем жирнее, как говорится, тем лучше. Я взял, не помню, 15, вроде бы, процентов сметаны. 100 грамм. И тоже вот это вот все дело мы сейчас пробьем миксером. Ну, буквально тоже минутку, не больше. И вот это вот дело, когда взбиваете с краев, конечно же, убирайте, чтобы все перемешивалось и масса была однородная. Все, вот жидкую массу пока отставляем в сторону. И берем сухие уже продукты. Мука 350 грамм. В муку кладем ванилин. Ну, буквально щепоточку, вот пакетик, полтора тут грамма написано. Сюда же щепотку соли. И половину чайной ложки обычной соды. Вот, пол чайной ложки. Если будете класть разрыхлитель, кладите одну чайную ложку. Перемешиваем рукой все сухие продукты, ингредиенты. И сейчас мы жидкую массу выливаем в муку и замешиваем тесто. Вымешивается оно тоже моментально, долго, ничего тут делать не надо. Все. Вот, смесь жидкую сюда, в сметанную. И замешиваем тесто. Делаем песочку. И сейчас, когда тесто будет готово, нам просто всего лишь навсего, сейчас надо будет это все собрать в комочек. Тесто будет готово, я уберу его в полиэтиленовый пакет и в холодильник. На то время оно будет лежать в холодильнике, пока мы с вами делаем начинку. Ну, 5-10 минут буквально. Ничего тут долго не нужно. Все, вот все продукты уже соединяются. И дальше переходим, как я говорю, на наш ручной миксер. Все это делается тоже, друзья, моментально. На глазах. Вот специально делаю, чтобы вы видели, что без обмана все быстро и все просто. Просто соединяем одну массу с другой, и получается вот такой роскошный комочек теста. Причем очень мягкий, податливый, супер. Все, больше вымешивать тут ничего не нужно. Вот, такое роскошное тесто мягкое. Дальше я беру пакет, у меня уже тут он готов. Сейчас вот пару раз я его тудым-сюдым, чтобы тут вот промешалось чуть-чуть, не промес есть. Буквально вот раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. И все. Делаем комочек, шарик, шлеп-шлеп. Все, друзья, в пакет. И оставляем минут 5-10, ну, 15 в холодильнике. И пока тесто в холодильнике, делаем начинку. Здесь все еще гораздо проще. Творог 200 грамм любой жирности, у меня 5%. Выкладываем, ну, в чашу, где мы будем все это дело, так сказать, замешивать. Сахарная пудра, обычная сахарная пудра. Пару столовых ложек. Так, кладу сюда тоже. Крахмал кукурузный, чайную ложку. Друзья часто задают вопрос про крахмал и все такое. Я отвечаю, часто тоже отвечаю, но не могу я всем в комментариях отвечать. Ну, прям целыми развернутыми лекциями, да. И сейчас расскажу. И белок одного яйца разделил. Яйцо, белок, желток, среднее яйцо. Желток пойдет у нас на смазку, на льезон. Сами печенюшки будем намазывать. А белок кладу в начинку. Вот. Про крахмал. Чтобы не было споров, всего остального, просто почитайте в интернете информацию. Я ведь так же, если чего-то не знаю, так же пытаюсь что-то изучить. В интернете очень много информации. Почитайте. Для чего, куда, какой крахмал, какой лучше. Ну, все-все-все такое. Органолептические какие-то свойства. Про все-все-все есть. Все в открытом доступе. Так. И все это дело перемешиваем. Какой крахмал лучше вот в кондитерку почитайте класть. Какой лучше в кулинарное изделие. Почему? Все есть, повторяюсь. И перемешиваю. Все. Начинка, друзья, готова. 5 секунд это все делается. Белок нам скрепит. Крахмал скрепит. И все будет супер. Хотите, если совсем у вас зернистый блендером, его перемешайте. Ну, нет. Я вот так оставлю. Нормалечек. Все. Все готово. Начинка готова. Тесто готово. Все. Достаю тесто из холодильника. Полежало. Немножко охладилось. И рабочую поверхность припыляю мукой. И вот это тесто я разделю на два. Потому что будет сложновато катать. Если все сразу, очень большой получится пласт. Мы разделим на два. И в два захода все это сделаем. Духовку, друзья, сразу включайте. На 180 градусов. Вверх, вниз. Тут растаивать ничего. Не нужно будет. Все это делайте моментально. Будем ставить в разогретую духовку. И вот этот вот пласт теста раскатываю примерно 2-3 миллиметра. Ну, как на печенье. Тоненько. Печенье, конечно, тоже разные бывают. Но на это мы раскатываем тоненько. Если что-то где-то немножко липнет, припыляйте чуть-чуть мукой. И дальше раскатывайте. Раскатывать все это дело будем до последнего куска теста, как говорится. Вот сейчас я раскатаю. Вырежу. Дальше комочки все соберу. И опять буду вырезать его до тех пор. Насколько, как говорится, у нас все это дело хватит. Вот, раскатал тесто. Все это моментально. Тесто очень податливое. Вот толщина. Ну, где-то, да, пару миллиметров. И вырезаем. Можете любого калибра. Побольше, поменьше, как хотите. Все. И из всего теста вырезаю вот эти вот кружки. Сейчас соберу. Замешаю. Все моментально делается. И до конца уже буду вырезать. 14 штук у меня получилось. Маленький кусочек остался теста. Я его в то тесто в остатке, да. И пока убрал все это дело в холодильник. Смотрите. Начинку творожную перекладываю в мешок, в кондитерские насадка. Звезда вроде бы она называется. И вот смотрите. Буду делать, отсаживать на одну сторону. На каждую сторону. По чуть-чуть. Вот на одну сторону отсадил. На другую. По краешку. Полоску не делаю. По всей длине. Чтобы начинки у вас на все, на все хватило. Вот. На одну сторону. И на противоположную. Чуть-чуть. Не делайте много. И вот так вот. На заготовочки, на эти творог раскладываем. Чтобы вот здесь вот оставалось расстояние. Потому что на все не хватит. Да и ни к чему нам нужно будет как-то немножко хотя бы это все дело закрепить. Все, друзья. Раскладываю творог. И вот творог, когда разложил. Раскладывайте, повторюсь, прям по чуть-чуть. Я вот много разложил творога. Может не хватить на все. По чуть-чуть. Капельку тут, 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 тут. И все. И далее вот заготовочки. Соединяем. Вот тут вот серединочку. И вот этот вот хвостик раньше, который остается, чуть-чуть к тесту прижимаем. Все. И оставляем вот такую вот конфету, так скажем. Сейчас еще раз покажу. Вот. Беру заготовочку. Стараюсь, чтобы не упало. Вот этот вот краешек сюда. Этот краешек сюда. Вот. И вот этот вот край, который мы держим, тут посередине, да, тут же у нас полая полость. Все. И вот тут немножко закрепили, закрыли. Все. И оставляем. И вот так вот мы делаем все заготовочки. И когда все заготовочки я закрыл, смотрите, какая красота получается. Раскладываю их на противень. На противень, на поверхность уже нанес растительное масло. И вот тот желток, который у меня остался, я сюда добавил пару ложек столовых воды. И теперь мы просто-напросто каждое изделие наносим лизон. И все. И сразу же отправляем выпекать, повторюсь, в разогретую духовку до 180 градусов. Включен верх-вниз. До красивого, такого нежного, золотистого, легкого цвета. Не зажаривайте, друзья, это печенье слишком сильно. Ну, потому что просто это будет сухарик. Зачем? Нет. Должен быть легкий такой кремовый оттенок. Смотрите, если вы хотите, чтобы у вас печенье было полностью творожное, да, начинка. То есть не по краям вот раскладывать начинку, отсаживать, а делать полосочку полную творога. То, пожалуйста, вдвойне замешивайте творог. И у вас, как говорится, будет полностью. Также можно, с одной стороны, придумать какой-нибудь там джем, например, термостабильный. Термостабильный, который не вытекает, который температуру высокую держит, да. С одной стороны, например, творог, с другой стороны, повидло, джем. Все, что хотите, какая есть фантазия. Посыпать можно там штрейзельной крошкой, маком, кунжутом. Все, что только захотите. Все. И пока я объяснял, рассказывал, я нанес уже лизон. Все. И отправляю выпекать до готовности. Сколько у меня будет по минутам, я вам скажу. Все. Печенюшечки у меня все готовы. Смотрите, какие они красивые. А какие они ароматные, это просто не передать словами. Так. Обещал сказать, сколько выпекались. Выпекались у меня они 17 минут. Но у всех, конечно же, все это будет по-разному. Смотрите, друзья. Вот такой вот у них красивый, легкий цвет. Не запекал я их прям черные не делал, да. Вот обратная сторона донышка. Видите, как красиво. Всегда. По выпечке проверяйте тоже обратную сторону. Если обратная сторона белая, значит, выпечка может быть сырая. А так, в принципе, все пропеклось замечательно. Такие вот они мягкие-мягкие. Смотрите. Воздушные. Они очень вкусные. Они очень ароматные. И обратите внимание, творог весь на месте. Никуда не убежал. Не ускакал. Все-все-все на месте. Ничего у меня не открылось. Все замечательно. У меня примерно так. Ну, кусочек небольшой, прям тесто у меня осталось. Там, может быть, 5-6 штук можно было еще сделать. Просто я разошелся с творогом изначально. А так бы у меня все на все хватило. Вот, друзья, еще одну давайте. Давайте вот эту посмотрим. Смотрите, мягкие-мягкие. Супер. Мягкие, пышные печенешки. Очень вкусные. Я всем рекомендую приготовить эту вкуснятину. Причем делается, но очень быстро. Замешали тесто, творог. Все раз-раз-раз в духовку у вас разогретая. И все готово. Ну что, друзья, приятного аппетита буду желать. И будем с вами заканчивать. Ну, а, конечно же, хочу сказать вам прежде огромное-огромное спасибо. За ваши лайки, просмотры и комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. 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 Огромное, друзья, спасибо за то, что вы у меня есть. Всем самого-самого приятного аппетита. Прощаться, друзья, не буду. А всего лишь навсего вам скажу до свидания. Всем пока-пока, друзья. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok